В этом году на исторический факультет Чувашского государственного педуниверситета имени Яковлева поступил необычный студент Петр Корняков, которому 56 лет. Что заставило мужчину сеть за парту в нашем сюжете? Новоиспеченный студент учится на заочном отделении исторического факультета ЧГПУ. Обучение в УЗЕ – новый этап в его жизни, так как получает высшее образование он впервые. Петр Корняков посещает библиотеку ВУЗа, читальные залы, старается восполнить то, что не удалось получить в годы своей юности. Как говорится, жизнь в Шраграде – это же история. История – это такая наука, история дает мудрость. Что-то мне потянуло изучить историю. Когда мы ездили в Костянтинополь, это Стамбул, Турция, я был в Софийском соборе. Когда рассказывали, я про себя подумал, как же мы мало знаем историю. Все-таки я решил изучить историю. Два года назад Петр Васильевич заинтересовался своей родословной и понял – без знания истории в составлении летописи своего рода не обойтись. У Корняковых две внучки, и дедушка-студент уверен – им будет интересно узнать о своих корнях. Фамилия обязывает. Однако не все родственники и друзья 56-летнего студента приняли его решение положительно. Некоторым стал непонятен столь необычный поступок. Некоторые говорят, зачем это нужно, другие говорят. Одни говорят, молодец, правильно. А третьи вообще не обращаю внимания. Потому что в нашем возрасте говорят только на пенсию ходить, заниматься с внуками, огородами и все. А я говорю, знания – это наш мозг, должен работать. Я поэтому решил все-таки изучить историю. К этому мне, конечно, поддержал сын. Он сказал правильно. Я его очень благодарен. Своё обучение в УЗИ Пётр Корняков завершит, будучи на пенсии, в 61 год. Но учиться всегда пригодится. Его путешествие в наше удивительное прошлое только начинается. Ольга Тафаева, Игорь Зверев, Республика.